Игровой ноутбук Игровой ноутбук Присутствует функция колер буст 3 Эта функция позволяет раскрутить обороты вентилятора на максимальную мощность Ноутбук становится очень шумным Но и система охлаждения становится гораздо более эффективной Нато кнопочка запускает MSI Dragon Gaming Center Это утилита по мониторингу системы, по загрузке процессора, оперативной памяти и тому подобных вещей С левой стороны отсутствуют клавиши Windows, по традиции, это чтобы случайно, когда играем, мы не нажали на нее и не альтабнулись в Windows. Она присутствует только с правой части. Тачпад большой, в любом месте не нажимается, при него две отдельные клавиши, это удобно для игр. Крышка также из матового гладкого пластика, тоже немножко остаются отпечатки пальцев. Логотип MSI Gaming Series, красивый такой шильзик. И немножко она прогибается в центре, если сильно нажимать, но в целом для пятнашек это довольно характерно. MSI GL62 комплектуется дисплеем с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920х1080. Матрица здесь TN плюс фильм, но углы обзора, в общем-то, достаточно неплохие, ну и большое разрешение, картинка четкая и хорошая. Акустическая система здесь представлена целыми четырьмя динамиками, они располагаются с нижней стороны попарно. Здесь четыре динамика по 2 ватта. Звук весьма сочный и хороший, чувствуются басы, достаточно высокая громкость и насыщенность. Все порты у ноутбука располагаются на его бортах. Здесь достаточно широкий набор портов. Отмечу, что присутствует HDMI и мини-дисплей порт и имеется возможность подключения до двух внешних дисплей, причем на них можно выводить 4К-картинку. Ну и отмечу также, что есть новомодный порт USB 3.1 Type-C. Толщина ноутбука составляет 3 см, а вес 2,4 кг. То есть он не очень тяжелый для геймерского ноутбука и носить его с собой вполне нормально можно. Работает ноутбук на четырехъядерном процессоре Intel Core i5-6300HQ. Оснащается 8 гигабайтами оперативной памяти DDR4. И при желании это можно увеличить до 32 гигабайт. В обслуживании ноутбук достаточно прост. Можно снять заднюю крышку и получить доступ внутрь. Для хранения данных используется 2,5-дюймовый жесткий диск со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту и объемом 1 ТБ. Предсутствует слот M.2 для твердотельных накопителей. То есть опять-таки можно установить самостоятельно свою SSD-шку сюда. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960M с двумя гигабайтами видеопамяти GDDR5 на борту. 960M это уже прошлое поколение, средняя карточка из того поколения, но она все еще геймерская. И в общем-то современный блокбастер, она способна тянуть на средних настройках графики в разрешении Full HD. Батарейка здесь 4400 мАч и на самом деле ноутбук не очень долго от нее работает. То есть при серьезной нагрузке где-то часа полтора, но в режиме чтения часа 3-4 он работать будет. Итак, ноутбук MSI GL62-6QM. Достаточно интересная машинка за свои деньги. 15% Full HD дисплей матовый, не обликующий на солнце, но к сожалению TN Plus фильм. Такая производительность. Четырехъядерный процессор GTX 960M. Ну это конечно не на супер-ультра настройках играть, но во все современные игры поиграть куда бедно будет можно. Хороший звук, 4 динамика, легок в обслуживании, можно установить твердотельный накопитель. 8 г оперативной памяти и терабайтный жесткий диск. В общем-то он не сильно греется, здесь железо не супер горячее. Ну и ноутбук такой толстенький, тяжеленький, так что система охлаждения здесь справляется. Стоит он, как я уже сказал, 60 тысяч рублей примерно. Ну а я с вами прощаюсь, ждем вас в нотик, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok